Азии, искажения всей окружающей его реальности. Ой, помните, конечно, прекрасные три последней серии, которые у них интро поменялось, он прям был такой, был жутковатый. Ну, кайфово, кайфово, вообще. Один из лучших мультсериалов тоже. Майни, ну, с вами, всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Содерлинг называется 10 самых могущественных злодеев из мультсериалов. Про самых могущественных героев мы уже посмотрели. Теперь давайте про злодеев посмотрим, поехали. Всем привет, с вами Содерлинг. И сегодня я расскажу о самых могущественных злодеях из мультсериалов. С помощью своих индивидуальных способностей абсолютно каждый из них может за секунду уничтожить целую планету, если того пожелает, захватить любое измерение и спепелить самого смелого героя. Они все абсолютно бессмертны и практически неуязвимы. И по факту протагонисты лишь чудом сумели одолеть их, если вообще смогли. Либо же им противостояли персонажи из топа самых могущественных героев, которые тоже совсем недавно вышел на канале. Сегодня вы не увидите тут персонажей Марве, Одессе и аниме, то есть японских произведений, поскольку в обычных мультсериалах и так полно дико крутых злодеев. Хотя Omni-Man он сам дико сильный. Хотя я думаю, это не самый сильный злодей все же, но... Десятое место занимает акуль самурая Джека. Демоническая сущность, само зло во плоти, обладающая массой жутких способностей, от создания орды зомби до заражения живых существ собственной плотью и превращения их в монстров, нечеловеческая сила и сверхскорость. Способен как угодно менять свои размеры и облик, превращаясь в разнообразных тварей. Телепортироваться и создать целую армию из собственных клонов, каждый из которых будет обладать собственным разумом и личностью. Его испепеляющий взгляд уничтожает целые города, а изо рта исходит залп пламени. Способен переместить человека в далекое будущее, но почему-то воспользовался этим лишь единожды. Аку абсолютно бессмертен, а физически ранить его может лишь священное орудие богов. Но даже так он быстро регенерирует до былой мощи, потому уничтожить его... Блин, я в свое время пропустил этот мультфильм. Все как-то надо заставить посмотреть многие легендарные мультфильмы. Ну как это? Где время найти, блин? Непонятно, непонятно. Вероятно тяжело. Девятое место. Девятое место. Дискорд из My Little Pony. Оооо! My Little Pony! Способны уже как угодно манипулировать окружающей и реальностью. В силу своей природы он жаждет создать безумный мир, полный абсурда и нелепец. И лишь само его присутствие начинает искажать ткань мироздания. Вместо дождя с ним может боиться шоколадное молоко. Земля перевернется и взлетит ввысь. Дома станут плоскими, буйволы начнут танцевать балет, а день резко превратится в ночь. По собственному желанию, дискорд способен телепортироваться куда захочешь, создать множество собственных копий, материализовать абсолютно любой предмет и даже громадный... Ну и так, потому что он прям злодей, он был злодеем, но, как я помню, он же им перестал быть. И вообще сложно назвать его антигерой скорее, не знаю. Он такой специфичный сам по себе, интересный персонаж. Берлинт. Своими хитрыми речами этот драконикус способен затуманить любой рассудок. Стоит в расами появиться хоть тени сомнения. Пони под его влиянием теряли былое я и жили в мрачных иллюзиях. А ему просто в кайф, ему просто в кайф, он чисто такой, опа, хаос. Дискорд заходил рарить и везде таскает за собой глыбу. Другой пони считал себя кротом, а бабульки безудержно танцевали. Однако же, дух хаоса могут запечатать в камень шесть элементов гармонии, лишив его возможности использовать свои способности. А если же поглотить всю его магическую энергию, дискорд и вовсе полностью лишится всех своих сил. А хотели бы вы себе футболку с Майли Ту Пони? Конечно, ну как иначе, как иначе. Ведь автор покушает, это одобряемо. Вот этот автор тоже поест. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнишоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Восьмое место. Восьмое место. Коллекционеры... Я так и сказал, вообще-то. ...дома совы. Мальчик из расы божественных существ, способный искажать реальность в еще больших масштабах. За секунды построил целый замок из камней до палок. Буквально пальцем передвинул луну. А самого могущественного волшебника попросту размазал по стенке. Не, это интересный герой. Но не сильно он раскрытый, к сожалению. Он... Ну, последний сезон это было три серии, хоть и длинные, но... Покойно увеличивается до гигантских размеров. И способен с нуля создать собственное карманное измерение со своими правилами и законами физики. Хоть он и не является злодеем в прямом смысле этого слова, сам того не осознавая, коллекционер в финале сериала выступал в роли антагониста. Потому он имеет место здесь быть. Его действия были эгоистичны и злонамерены. Целый остров он превратил в место для своих игр, заполнив его своими стражами. А всех местных жителей превратил в игрушки. И единственная причина, по которой он не убил всех по щелчку пальца, просто потому что он этого не хотел. Но есть у него все же одна слабость. Его магия не действует на титанов, расу громадных могущественных существ, которые в целом хоть и слабее архивистов, но неожиданно обладает иммунитетом к силе этих богов. И у них есть возможность заключить коллекционера в тюрьму, где он будет практически бессилен. На седьмом же месте у нас он и супер крошек. Ой, я не шарю за него. Хотя супер крошки знаю, но не шарю за этого владея. Более того, этот дьявол может воскресить мертвых и оживит даже то, что никогда и не было живым. Физический урон же не наносит ему никакого вреда. Даже при всей силе и сверхскорости супер крошек ему лишь щекотно от их кулачков, а негативные эмоции окружающих еще и увеличивают его мощь. Ненависть и страх, исходящие от жертв делают его... А с ним на пасарофли типа, ха-ха, ты козявка. И он такой, аааа, ментальный урон. И все, и умер, блин, от ментального урона. А я говорю, это чисто от ментального урона его надо чисто побеждать. По нему усиленный ментальный урон. Во лишь сильнее. И как бы супер крошки не старались его победить, под конец битвы он всегда просто исчезает по собственному желанию, пока вновь не вернется через несколько серий. С мощью его способности он бы вмиг мог уничтожить планету и все ее население. Но ему просто нравится играться с героями и наслаждаться страданиями людишек. Шестое место. Шестое место занимает Билл Шифер из Gravity Falls. Изначально по факту лишь победитель снов, демон разума, способный проникнуть в головы людей, пока те спят, и творит там, что захочет. Таким образом, на протяжении миллиардов лет он наблюдал за существами из миллионов измерений, обретя невероятные знания о каждом аспекте этой вселенной, и вскоре осознал, что этим его силы не ограничены. Влезая в разум иных существ, Билл научился манипулировать ими, заставлял творить просто ужасающие вещи, вплоть до уничтожения целых вселенных. Однако же самолично, был способен лишь наблюдать за этим со стороны. И единственный способ это исправить, создать прямой проход в трехмерное измерение. И когда же треугольник, способный делать во снах, что захочет, оказался в человеческом мире, он мог сотворить что угодно, от материализации любых его фантазий, искажения всей окружающей его реальности. Ой, помните, конечно, прекрасные три последней серии, которые, у них интро поменялось, он прям был такой, был жутковатый, ну кайфово, кайфово, вообще, один из лучших мультсериалов тоже. До остановки времени и создания собственных карманных измерений. Помимо того, через любые треугольники, Билл Шифер способен следить за любым местом мультивселенной, заглянуть в прошлое человека и видеть одновременно множество вариантов возможного альтернативного будущего. Он бессмертен и моментально регенерируется после любого урона. Однако же, его все же можно уничтожить. Квантовым дестабилизатором, заклятием изгнания и полным стиранием самого факта его существования. Пятерку нашего топа открывает Мирм из Черепашек-Ниндзя. Один из трех создателей самого хаоса и уже абсолютно всемогущая с... Копец! Кшо с тобой? Вот так вы будете, ребята, выкатись и будете с ней здоровый образ жизни. Вот так вот. Кушать вот это всякое непонятное. И не занимайтесь спортом. Все вот это. Существо, способное исполнять любые желания. Но только вид. Силы вы его не приобретете. Словно Джинни, он постоянно телепортируется, меняет свой облик и спокойно делится на части. Даже если разрезать ему голову надвое, обе половинки спокойно смогут жить своей жизнью. Он с легкостью нарушает любые законы физики, напрочь искажает реальность, а сила Вирма ограничена разве что его собственным воображением, которое, по желанию, он также может в любой момент расширить. Но что страшнее всего, Вирм жаждет хаоса и разрушений, и вырвавшись из тюрьмы, он тут же начал подрывать одну планету за другой. За секунду уничтожил тысячи галактик, и это не предел, а лишь прихоть ради эпика и забавы, ведь он мог пожелать, чтобы вокруг него вообще ничего не было. Я просчитал 980 тысяч разных сценариев. В конце каждого Вирм правит космосом. Вирм самое могущественное существо во вселенной. Единственная слабость Вирма – необходимость исполнять чужие желания, если он кому-то их пообещал. Кольц, согласно условиям, желания не могут быть направлены против Вирма. Герои все равно сумели найти лазейку, чтобы вновь запечатать его в тюрьме пятого измерения. Силы многомерных существ все же способны удерживать Вирма внутри. На четвертом же месте Фуб из Волшебных Покровителей. Малыш, также обладающий мощью исполнять любые свои желания, но совершенно не обязаны исполнять чужие. Он антифея, появившаяся на свет в противовес Пуфу, ребенку Космо и Ванды. Взрослые феи в этом мультсериале ограничены огромным сводом правил, но на чудо младенцев они попросту еще не влияют, потому они способны на что угодно. Но если же Пуф еще не умеет говорить и введет себя по большей части как настоящий малыш, Фуб в свою очередь и гений с рождения, превосходящий по уму даже собственных родителей. В первый же день своей жизни он покорил четыре измерения, устроив повсюду хаос и полностью поглотив всю существующую магическую энергию. А сильнейшую фею на свете он одолел буквально одним магическим залпом. Фуб способен призвать оружие любого класса, призвать ужасающих монстров и полностью исказить весь мир одной лишь силой мысли. Он способен воскрешать... Ух, что это имба просто раскачался, блин, на нубах, и потом ходит такой раскачанный. Мертвых и спокойно убить, как обычно, как обычно. От уничтожения всей мультивселенной его отделяет одно лишь желание. А проигрывает он исключительно в силу малых познаний собственного тела из-за чрезмерной самоуверенности. Ну и по большей части, потому что злодеи попросту не могут победить в подобном шоу. По факту же, у него нет слабостей. Он абсолютно всемогущ. Третье место. Блэкхэт из Лыдни. Сам дьявол воплотит. Кто занимает первый топ? Именно он является инициатором всех произошедших катастроф. От извержения вулкана в Помпеях до любых земных войн. Ведь он есть зло. Черный шляп уничтожил уже тысячи планет и поработил сотни галактик. Спокойно путешествует даже по вселенным других мультов и творит там настоящий хаос. Аку, Антипопс и даже сам Ктулху падают ниц перед ним. Он настолько силен и могущественен, что буквально устал от того, сколь же легко ему все дается. Блэкхэт еще не уничтожил всю мультивселенную лишь потому, что ему нравится наблюдать за постепенным распространением зла по всем ее уголкам. Он способен как угодно менять свой облик, создать монстра из чего угодно, полностью исказить всю окружающую реальность и манипулировать всем, чем только захочет. Кислота не способна его разъесть. Любой физический урон пройдет его насквозь. Но что страшнее всего, он вездесущ, слышит... Опять имба... Все-таки имбалансный вот это, вообще непонятно. Я ничего не боюсь, я суперкрутой, блин, вообще ничего. Вот это я гульзекси. И видит абсолютно все, что происходит во всей Почему он такой сильный? Ну, это должна быть слабость. Блэкхэт, понимая, что находится в мультсериале, знает о своем создателе, но пока что просто бездействует. И единственная его слабость, неумение творить добро. В силу своей природы он не способен совершить хороший поступок. И однажды это ему обязательно аукнется. На втором же месте у нас Голуб из Времени Приключений. Еще одно воплощение хаоса, но гораздо могущественнее остальных. Само его присутствие в физическом мире начинает медленно его уничтожать. И это не просто неизбежная смерть. Голуб стирает само существование, чего бы то ни было. Его злобовонное дыхание же превращает... Блин, ну вот зубы чистить надо, ребята. Зубы надо чистить. Любую жизнь в притраках раздора, жаждающих разрушениях. А внутренности сдавливают каждого, кто попадет к нему в рот. И это мы еще не видели его в движении. Убить его попросту невозможно. На него не действует ни физический урон, ни магия. Он живет вместе вне времени и пространства, потому и они не властны над ним. И даже желания не способны его испарить. Ни призма, ни корона Эвергрена не в силах на него повлиять. Поскольку Голуб это сам хаос. Он обязан существовать. И лишь гармония сумела на время немножко сдержать его, пока он просто сам не вернулся в свое измерение под влиянием новой личности. А иначе весь окружающий мир был бы напрочь уничтожен. А первое место занимает Ред Каан из Рика и Морти. Само олицетворение Ред Каана. Это такой киношный прием, когда старый канон резко меняет на новый, наплевав на все, что было раньше. К примеру, вот Губка Боб, вроде как впервые познакомился с Энди в первой же серии первого сезона. Но согласно... А, то есть они вот так сделали? Чё, блин? Ковому канону они теперь дружат еще с самого детства. Просто потому, что продюсеры хотели заработать на мультсериале продюсерить. Слушай, так, типа, решили проскибать, типа? Так же само и Ред Каан. Манипулируя повествованием, способен лишить способности любого героя. Просто сказав вслух, что все-таки было. Тебя всегда можно было убить при помощи кофе. Капец, он жесткий, блин! На им слово тут же сбывается, будто всегда так и было. И таким образом он может хоть заставить испариться любую часть их произведения, хоть стереть всю окружающую реальность. Это исполнитель желаний совершенно иного уровня. Ведь он исправляет сюжет, а не действует в его рамках. Владеясь... Это вообще не забавно сделано. Затоспособности он в силах одолеть абсолютно каждого выдуманного персонажа и переконструировать атрибуты всего сущего. Единственная возможность лишить его сил запереть в камере из несюжетных элементов. К примеру, спорта, где нет никакого канона, лишь импровизация. И к тому же для того, чтобы его слова сбились и Ред Куну, необходимо их произнести. И при имении должных навыков этим можно воспользоваться, чтобы успеть его запереть до того, как он вообще откроет рот. А кого же в этом... То есть, получается, Флэш выиграл бы его. То есть, он не самый сильный, получается. Он такой, типа, имбушечка не до конца. Не хватает. Кто еще достоин звания одного из самых могущественных злодеев? Ваш претендент имеет право побороться за экстра место. Пишите ваши варианты в комментариях, а затем... Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите, подписывайтесь на канал Содерлинга обязательно. Подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Так, всем удачи. Всем пока. Пау.